Здравствуйте! Это Центральный регион, программа о Минской области и ее людях, которыми вправе гордится вся страна. Подопечные моего героя, ветераны, сам не будучи франковиком, Анатолий Моисеев вот уже 17 лет защищает их права и помогает решать социально-бытовые проблемы. Подполковник авиации в запасе живет в Мочулище. Мочулище находится в 5 километрах от Минска в Слуцком направлении. Это местечко, хотя и имеет 500-летнюю историю, все же прославилось в 20 веке как военный городок. Во время Великой Отечественной здесь дислоцировался 121-й гвардейский полк. В его составе 19 героев Советского Союза – Василий Осипов и Павел Таран дважды. Аэродром Мочулище создавался после войны и формировал Минский особый район противовоздушной обороны. А с начала 60-х стал ядром 11-го авиакорпуса ПВО и 2-й воздушной армии. 201-й испытательный авиационный полк, базировавшийся в Мочулищах до начала 90-х годов, стал кузницей настоящих асов реактивной и сверхзвуковой авиатехники, а также высшей школой для летчиков любого уровня и подготовки. Служить тут было, хотя и сложно, но весьма почетно. Здесь летали такие известные летчики, как Чурилин, Коснерик, Иванов, Карпов и многие другие. С 1997-го – Мочулище – городской поселок. Сегодня здесь проживает около 10 тысяч человек. На территории расположена 50-я смешанная авиационная база и северо-западное оперативно-тактическое командование ПВС Беларуси. На стоянке техники можно проследить историю военно-транспортной авиации. Эта база сегодня – одно из самых мобильных звеньев белорусской армии. Адрес у Анатолия Михайловича Моисеева нам можно было и не спрашивать. Даже без точных данных найти его в городке не составляет труда. В Мочулищах он знаменитость и пользуется непререкаемым авторитетом. Ну а выправка у 76-летнего подполковника авиации в отставке на зависть сегодняшним новобранцам. Шутит, что и сегодня может показать, как надо печатать шаг. В его бытность начальником штаба части военный городок ходил смотреть на Моисеева, а точнее на его личный состав, шагавший на параде под звуки оркестра с ним во главе. Строгим, но справедливым прослыл Моисеев среди коллег. В силу высокой самодисциплины никогда не давал спуску разгильдяйству, расхлябанности и беспорядку ни себе, ни подчиненным. Ну что вам говорить, если меня в части звали, ну погоди или шухер. Ну что еще можно сказать? Такое было. Но когда я уходил из части, говорили, Анатолий Михайлович, вернись. Потому что первое, о чем мы с вами говорим, это справедливость. Справедливость и умение решить любой вопрос. Я очень любил солдат, и солдаты любили меня. Я не говорю, что. Я очень любил. Но я был строгий. Я был строгий к офицерам, и они это знали, что я строгий. Но с любым вопросом они шли не к командиру, я это не хвастаюсь. Они шли, что идет ко мне? А все, командир пришлет к вам, и вы будете решать. Поэтому мне это приятно. Довелось служить Анатолию Михайловичу и в парадной роте ВВС СССР. Видеть многих знаменитых руководителей разных государств мира. Летал от Северного полюса и до Седого Эльбруса. Строевая выправка как раз с тех времен. И подполковник в отставке до сих пор подчиняет четкому ритму весь свой образ жизни. Я одержим армией по сей день, признается Анатолий Михайлович. Ведь ей отданы лучшие годы жизни. Окончив в 1957 году военное училище, он попал на службу в Беларусь, в Калинковичем, в 26-ю воздушную армию, а уж после в Мочулище. Мечты стать летчиком были вложены еще с детства, братом матери, который служил в авиации еще в 30-е. И этот пример для мальчишки был неоспорим. Ведь авиация – армейская элита. Летчики, которые были здесь, они должны были доставить оружие до того момента, куда надо было применять. Это особый каст, это особые люди. Потому что самое главное, они знали, что они могли туда долететь, а оттуда они уже могли не вернуться и их сбить. Поэтому это мужественные люди. Эти люди, которые преданы своей родине. И они знали, что они будут жертвовать во имя своей родины. Потому что оттуда можно не вернуться. Вот самолет у нас в озерном, там Ан-12 падал. Ну что же, успели, выскочили, живы остались. Так что были такие моменты. Ну что сделаешь? И на взлете Ан-12 отказывал в узне. Ну, сумели, выжили. Вот я стою перед вами. Все нормально. Судьба, наверное. В Калинковичах красавец-летчик встретил свою Аннушку. Так ласково до сих пор называет Анатолий Михайлович свою жену Анну Александровну. Увел ее практически из-под венца. Так и прожили вместе 38 лет. Была она лучшим другом, умелой, рассудительной, хорошей матерью, рассказывает Анатолий Михайлович. Анна Александровна была абсолютно не разбалованной женой начальника, а невероятным трудоголиком. Смиретно терпела лишения армейской жизни, которые иногда были причиной добрепорядочности мужа. Как-то история с большой просторной комнатой. Жилье молодые получили сразу после свадьбы. Но вот воспользоваться им так и не пришлось. Жил человек, у которого был уже ребенок 6 лет. Он подходит ко мне, давай поменяемся. Ну, давай поменяемся. Я ему отдал эту большую светлую комнату, а сам жил в этой. Когда родилась дочка, она у нас спала в чемодане. У нас этот чемодан назывался «Смерть носильщику». Потому что, когда мы выпускались, он огромный был. Это же надо было и шинели туда положить. Все. Вот дочка на столе спала в этом чемодане. Больше у нас ничего не было. Зато внимание и любви было в достатке. У Анны Александровны хватало времени не только на родных. Она была проста и уважительна по отношению к другим людям. «Я считаю себя счастливым человеком», – замечает Анатолий Михайлович. «У меня прекрасная дочь и сын, шестеро внуков и трое правнуков. Жаль, что жена не может разделить со мной радости за них». Не подрассчитала она совместного пути. И вот уже 17 лет Анатолий Михайлович идет по жизни без нее. Но говорит о своей Аннушке по-прежнему с большой теплотой и признательностью. Она очень любила землю. Где бы я ни был, она всегда просила, у нас был кусок земли. Я, конечно, всегда воевал, потому что молодой был, надо было там картошку на 9 мая сажать. Ну, представляете, что такое 9 мая? Я картошку пойду сажать. Конечно, а там выделяли там технику какую-то, лошадь и так далее. Конечно, что, я ругался всегда за это дело. А она везде. Я даже когда служил в Венгрии, там помидоры, все было навалом, это не нужно было. Дай мне земли. Ну, где я тебе в Венгрии возьму земли? Я ей на питомнике собак выделил две грядки. И она там посадила арбузы. И, конечно, все эти арбузы солдаты с собаководой поели. Но она была довольная. Я дома, я ничего не, я не умел готовить. Потому что мне это не нужно было. Моя задача была заработать деньги, будем говорить так, принести в семью. И чтобы был в семье порядок. Вот это было мое главное. Остальное все это было ее задача. Трать и так далее. Когда она еще говорила, как, Моисеев, ты будешь жить? Ты же коту хвоста не завяжешь. Ты же ничего не умеешь делать. Но так распорядилась жизнь, что она заставила научиться готовить. И когда они приезжают ко мне, я не люблю работать с мясом. Это они приезжают, они там котлеты мне делают, мясо жарят, все. Но борщ, они всегда пишут. Суп есть, неважно, борщ, суп, все. Это я умею готовить. Это для них самое мое, значит, такое красивое, красивое пищу. Кулинарным мастерством деда во время нашего приезда наслаждался любимчик, внук Анатолий. У деда гостит часто и признается, что таких, как Анатолий Михайлович, единицы. Постоянно учится у него культуре и гостеприимству. Хотя без разногласий у представителей разных поколений семьи не обходится. Анатолий младший закончил политехническую академию по профессии инженер. А вот по призванию танцор, о чем несложно было догадаться. Дед смирился с образом внука, но все же настойчиво и ежедневно призывает заняться серьезной работой. Очень трудно на самом деле уживаться, потому что, когда меня нет в течение недели, приезжаю на выходные, дедушка рад, доволен, с распростертыми объятиями принимает меня. Пожалуйста, это, пожалуйста, то. Отдохни, вот тебе одеялко, вот тебе подушка. Но как только я с ним неделю пожил, он уже так, вставай. Я лег в 6 утра, у меня уже 8 подымает, говорит, вставай, пошли это делать, пошли то, пошли то. Я говорю, дедушка, у меня неделя выходные, дай поспать. Нет, говорит, все, что ты сюда приехал? Говорит, давай работай. Говорит, ну никак не объяснить ему. Поэтому надо заставлять скучать, чтобы он принимал как положено. В плане танцев он никогда не переживал. Он говорит на меня, ну все равно ты артистом не будешь. В плане того, что он меня не хочет поддерживать дальше. Говорит, ну какой себе артист? Говорит, вот выступать на сцене с президентом, это хорошо. Говорит, а что ты, говорит, там работаешь, там, говорит, разве это сцена? Ну вот у него такие мировоззрения, у меня чуть другое. Мне важно, чтобы уровень рос, чтобы каждый день ты относительно себя становился лучше. Анатолий Михайлович шутит, что Моисеевым внук не станет, а танцор – это не профессия. И хотя споры возникают между дедом и внуком, много общего. Сказывается воспитание. А может, имя общее объединяет? Я привык к дисциплине. Да, со мной трудно, но я должен отдать должное, что вот здесь мы находим взаимопонимание. Я не терплю, когда разбросаны вещи. Я не терплю, когда что-то валяется неглажное. У меня всегда всю жизнь все висит повлажно. Я приеду в 4 часа ночи с учений, и у меня еще висит 4-5 брюк, но я должен выглажить эти и в этих пойти. И вот Толе я должен сказать, что у него всегда все выружено, все вычищено. И ему сказал, когда ты соберешься жениться, я возьму за руку твою жену будущую, подведу к шкафу и покажу, какой у тебя порядок. Если она согласна с этим, то будет. Если нет, то с тобой, как и с дедом, жить противно. Его невозможно переубедить, потому что мой авторитет слишком мал на фоне его опыта жизни. И я понимаю, что он видел больше, но все-таки прогресс идет, все развивается. Иногда надо прислушиваться к молодым, потому что мы знаем в некоторой области больше, чем они знают обо всей жизни. Потому что если взять элементарное, то в компьютерах уже дедушка не осилит программы. Я могу осилить. И когда он говорит, запиши мне то, запиши мне то, я говорю, не могу. А он не понимает, почему. Потому что ему, кажется, вставил и записал. Говорю, ну тогда сделай сам, если так просто. Он тогда успокаивается, идет. Правда, бывает, надуется на меня, что ты ему сразу не сделал. Характер и работа спасает деда, резюмирует внук. Он знает, что нужен людям. На протяжении 17 лет Анатолий Михайлович возглавляет Минскую районную организацию ветеранов. Ему было 60, когда предложили такую общественную нагрузку. Решение было принять непросто. Тогда надо было заручиться доверием почти полутора тысяч тех, кто прошел войну. Они поверили. К сожалению, время никого не щадит. И сегодня в организации подопечных уже втрое меньше. И пусть Моисеев военный мирного времени, он считает День Победы самым светлым праздником. На протяжении всего времени Анатолий Михайлович находит взаимопонимание и с ветеранами, и с властью. И по мере возможностей старается помочь. Очень сложно. И каждому нужен свой подход. И каждому человеку нужен свой. Да, он каждый из них имеет свое достоинство. Он уважает. Поэтому надо находить взаимопонимание. Надо быть не амбициозным. Я иногда вижу таких начальников. Они никогда не найдут. И есть среди нашего брата такие. Надо всегда, во-первых, понимать. И честно отвечать. Вот он приходит к тебе и начинает там говорить. И ты ему говоришь, вот это? Да, да, здесь ты прав, здесь все, здесь тебе надо помочь. А здесь, извини, здесь, дорогой мой, здесь нет, не поможем. Я рад, что он общественник. Вот чтобы он дома таким же общественником был. А то он выходит на работе общественник, всем помогает, всем делает, всем руку помощи протянет. А дома только чистит своих внуков. Приходит в трон и давай, говорит, работай. Поэтому приходится прятаться по комнатам. Продолжение истории после дайджеста новостей Минской области за неделю. Надежный партнер Минщина и Чехия расширяют сотрудничество. Европейские инвесторы готовы принять участие в строительстве логистических центров на территории столичного региона, укреплять связи между предприятиями. Первый серьезный проект – строительство крупного свиноводческого комплекса в Борисовском районе. За год его возведет одна из чешских компаний. На почетном месте предприятие области среди лучших по итогам соревнования за 2011 год. На республиканской доске почета – Жодинский БелАЗ и завод тяжелых штамповок, предприятие Борисова и Молодечна. Среди организаций сферы услуг одной из лучших в стране признана слудская торговля. Выслушать и помочь губернатор области Борис Батура провел прием граждан. Своими проблемами с руководством региона поделились 16 человек. В топе – земельные вопросы, проблемы благоустройства сельских населенных пунктов, водообеспечение. Северный шелк. Агравии региона завершают сев льна. В области подкультуру отвели 13 тысяч гектаров. В этом году льноводческие хозяйства значительно обновили технику, заготовили элитные семена. Задорные механизаторы. Передовиков посевной среди молодежи чествуют в регионе. Лучшим молодым пахарям вручают грамоты, ценные подарки и денежные премии. Погода онлайн. Автоматическая станция мониторинга воздуха установлена в Солигорске. Ежечасно информация о состоянии окружающей среды размещается на сайте Республиканского центра радиационного контроля. Город Шахтеров стал 18-м населенным пунктом страны, где установлена подобная аппаратура. Выбрали центральный регион. 18 тысяч иностранцев отдохнули в санаториях и оздоровительных центрах Менщины с начала года. Туристов привлекает качество медицинского обслуживания, комфортные условия проживания и красота природных ландшафтов. Купола засверкают золотом. В Слуцке началась реставрация часовни великомученицы Варвары. Сотни прихожан приходят поклониться образу святой. Храм обновят не только снаружи, но и внутри. Творческий обмен. Лучшие картины юных художников Слуцкого района можно увидеть в Борисове. В экспозиции полсотни работ воспитанников детской школы искусств. Большинство картин талантливых художников стали призерами международных конкурсов и фестивалей. Вы смотрите «Центральный регион». Мой герой Анатолий Моисеев, председатель ветеранской организации Минского района. Чтобы требовать с людей, надо начинать с себя, так утверждает Анатолий Михайлович. Мы общались в его уютной квартире, разглядывали альбомы, которых за долгую и насыщенную событиями жизнь накопилось немало. Самые сильные воспоминания детские. На эту самую счастливую пору и пришлась война. Нищеты и голода мальчишке довелось нахлебаться вдоволь. Родился в Подмосковье, а война застала пятилетнего в Москве. Мать нас хватает двоих под руки, и мы там жили рядом с Измаиловским парком, и волокет нас туда, значит, в Измаиловский парк. Там были окопы. Вот мы садимся, причем была там вода близкая, что там вода была. И дальше небо расцвечивается прожекторами. И вот когда прожектор ловил самолет, били, зенитки сбивали, и вот я это небо видел, и помню, возраст людей сбили, сбили. Столько было радости. Немец все ближе подходил к Москве, и в лексиконе появилось новое слово – эвакуация. Семья Моисеевых отправилась в Рязанскую область. Каких-то 200 километров ехали пятеро суток. Детская память запечатлела душный грузовой вагон «Телятник». Здесь ехало порядка 60 человек. Из имущества – чемодан на подушка. Вокруг – детский плач. По приезду поселились в деревне, в маленькой избе, где уже жило пятеро человек. Здесь и увидел захватчиков Анатолий Михайлович. И, по его словам, повзрослел лет на десять. Мою сестру звали Света, а Свету звали дочь Сталина. И немцы не терпели, и окрестили ее Валей. И вот я, обращаясь к взрослым, которые вылезли здесь, говорю, не зовите мою сестру Светой, зовите Валей. Вот это сознание перевернуло, что иначе могут расстрелять. Немцы там командовали, что хотели, то и делали. Особенно вот один рыжий был, финн, когда мы приходили домой, он старался нам, детям, сделать больно. Ущипнуть, что-то сделать. Мы на печку залезали, мы очень боялись его. Рыжий такой был, вот здоровый, с финкой ходил. Те другие немцы, они как-то были, знаете, добрее. Иногда даже, может быть, оставят котелок этого супа там, с наших же кур сваренных. До конца дней своих буду помнить горечь хлебной краюхи, выделенной по карточкам и выстоянной в нескончаемых очередях, замечает Анатолий Михайлович. Хлеб, похожий на глину, получали в сельпо по 200 граммов. Но даже имея в наличии документ, не всегда можно было получить продукт. Очереди были огромными. А когда хлеб доставался, и его очень хотелось съесть, мальчишка изо всех сил держал себя в руках. Нельзя, ведь дома ждут. Деревенским хлебных карточек не выдавали. Этим ребятам приходилось еще тяжелее. Вот в таких условиях и рождалась настоящая дружба, подчеркивает Анатолий Михайлович. И вот когда тебе кусочек хлеба отрезали, ты выходишь на улицу, а те же ребята, колхозники, дети колхозников, у которых ничего нет, они же смотрят такими глазами. И казалось бы, хочется съесть этот кусочек хлеба, но ты его разделишь на всех. Вот взял эти 50 грамм или 100, вот 5 человек стоят тебе, вот ты всем 5 раздал. 4 неподетских горьких годы ожидания Великой Победы. Стали возвращаться домой отцы. И 9-летний Толя бегал на станцию встречать эшелона с демобилизованными солдатами. Столько радости было у детей, отцы которых вернулись. И сколько горечи у тех, чьи навсегда остались на поле боя. Самое главное в этом плане, что все гордились, что отец погиб за родину. Понимаете, была гордость, никто никогда не обозвал никем. Сложнее было женщинам, у которых мужья пропали на фронте. Понимаете, это жестоко было, о них ничего не известно. Пенсия была, вот если взять мою жену, на 75 рублей на троих. Все, была пенсия. Что такое на три девчонки, мать колхозница, по 25 рублей. Было очень тяжело. Конечно, это я считаю несправедливо. Все работали на победу. Понимаете, взрослые ничего особенно не говорили. Все ждали, все говорили дома, ждали победы. Ведь взрослые работали в колхозе, особенно летом, по 12-14 часов. Утром уходили и вечером приходили. И мы, дети, были предоставлены сами себе. Но у нас была ответственность. Мы что-то должны были сделать. То ли картошку прополоть, то ли еще что-то. То есть, вот это вот сам настрой были. Вы понимаете, самое главное, вот я хочу сказать великое спасибо нашим женщинам, труженицам, колхозникам, которые не имели ничего. Они не могли взять себе ни колосок, ничего. Все сдавали государству. Но они были добрые, они были хорошие. Одни жили богаче, одни жили беднее. Но все они вот садились в кружок кушать там, бригада. Они все выставляли, что у кого молоко, у кого яйцо, у кого сал. Они все вместе. Они никогда между собой, вот как-то, я не помню, чтобы они между собой ругались, как вот сейчас бывает, там что-то делили. Они все вместе сочувствовали друг другу, помогали друг другу. После войны надо было поднимать хозяйство. Анатолий тоже работал в колхозе по 12-15 часов наравне со взрослыми. У них мудрых и учился доброте, человечности и уважению к окружающим. Анатолий Михайлович говорит, что ему везло на настоящих людей. Друзей, коллег, начальников и учителей. Кстати, своих педагогов всех помнит поименно и безмерно им благодарен. Как они любили нас, а мы их, восклицает мой герой. Учителя хотели, чтобы мы все получили высшее образование и стали настоящими людьми, говорит он. Авторитет педагога тогда был незыблем, подчеркивает Анатолий Михайлович, и сожалеет, что теперь времена поменялись. Кстати, в послевоенное время с 8 по 10 класс приходилось платить за учебу примерно 150 рублей. Моисеевы, как и многие другие, бедствовали, и денег не всегда хватало. Такое положение вещей научило быть неравнодушным, говорит Анатолий Михайлович. Холодно, мы сидели в рукавицах, писали, писать не на чем. Газеты покупали, линовали их газеты и на них писали. Но сколько было доброты, сколько было заботы о нас, насколько они нас любили. И, конечно же, я помню первую елку, когда на эту елку мне дали две подушечки конфеты и такой вот пышечку. Я зажал в руке и бежал домой, потому что дома у меня была сестра Штубович. Я два километра бежал. Вот, это доброта наших педагогов. Идешь ты, а у тебя же есть любимая девочка, которую ты любишь. Она была богаче меня, и стоит директор, и кто не заплатил, отправляет ее со школы. Вы понимаете, какое имморальное? Вот напротив нас была вторая школа, был директор горный такой. Он, значит, всех возвращал. А наш директор никогда никого не вернул. Спасибо ему, потому что вот этот стыд какой-то там у мальчишки был. Он понимал нас. Своей жизненной мудростью Анатолий Михайлович с удовольствием делится с молодежью. В местной школе он частый и желанный гость. И вместо поучительных лекций рассказывает личные переживания и впечатления. А еще призывает любить Родину. Для него таковой стала Беларусь. Полжизни он здесь и счастлив, что судьба так распорядилась. Думаю, его необыкновенную искренность и любовь не заметить просто нельзя. Приехали представители Брянщины, другие. И вот что они написали о Беларуси. «Беларусь, я хожу под дарованным небом, Неоплатным долгу от твоей доброты, За последнюю корку из рук твоей хлеба, За рубаху изорванной на бинты, За твои несравненные драники с пылу, Что для нас по ночам на дождетке пекла. И была ты не вражеским тылом, Партизанскую матью нашей была». Что можно сказать еще глубже о белорусском народе, Тем то, что сказали люди, Которые четыре года дрались здесь с врагом И чувствовали поддержку белорусов. Всех с наступающим Днем Победы! Это был Центральный регион. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»